МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ее открыли сегодня совместно глава администрации Заречного Дмитрий Погорелов и глава Белоярского Александр Привалов. Необходимость объездной дороги в случае каких-то происшественной Белоярской АЭС обговаривали давно, еще на уровне правительства Свердловской области. Тогда же удалось войти в областную целевую программу. Обошлась дорога недешево – почти в 58 миллионов рублей. Строили совместно городские округа на своих территориях, а станция соединила две дороги мостом. Кроме того, удалось облагородить и прилегающие территории – тротуары и съезды к домам. Самое главное еще заключается в следующем. Дорога прежде всего – образец того, как надо относиться к дорогам, поселкам и сельским. Я хочу сказать, что такие подъезды, подходы, такие тротуары должны быть везде. Война на один день. В Заречном на днях развернулись масштабные учения по гражданской обороне. На одни сутки город перевели на военное положение. А чтобы ситуация не казалась стандартной, добавили еще и террористическую атаку. Что из этого получилось, а главное, сдал ли Заречный экзамен на выживание – об этом репортаж Александра Кузнецова. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Строго по инструкции. Первое собрание штаба гражданской обороны начинается ровно через два часа после объявления тревоги. Решение руководителя ожидают силовики и представители тех предприятий, которые продолжат работу даже в военное время. Основные усилия сосредоточены на выполнении следующих задач. Повышение готовности системы гражданской обороны, муниципального образования к защите и переочередному жизнеобеспечению населения. Задачи поставлены. Основные из них – подготовка к эвакуации мирного населения и обеспечение людей индивидуальными средствами защиты. Но с самого начала все идет не по плану. В 10.04 произвели закладку взрывного устройства в облгазе по адресу Восточный 1. Террорист требует никаких действий не предпринимать, людей не эвакуировать. Иначе приведет взрывное устройство в действие. Дом номер один по улице Восточной. Сейчас это самое опасное здание в городе. Неизвестно, сколько заложено взрывчатки и сколько опасностей она может принести. На территорию не пускают даже журналистов. Говорят, все заминировано. Ждут спецтехнику и войска специального назначения. Первыми на месте происшествия появляются полицейские. Они оцепляют территорию и ищут взрывчатку. Бомбу обученная собака находит в машине. Автомобиль готовят к разминированию, но террорист приводит в действие часовой механизм. В дело включаются пожарные. Тушение длится несколько секунд. В это же время эвакуируют пострадавших. Им уже готовы оказать первую медицинскую помощь прямо на месте. Дальше все по плану. На предприятиях формируются дежурные посты. Для горожан звучит тревожная сирена. Своё задание получает специальный отряд радиационного контроля. Необходимо выполнить радиационный контроль по утвержденному маршруту по городу Заречному, включая эвакопункт и пункт выдачи средств индивидуальной защиты. А также выполнить радиационный контроль на эвакуационных путях. Исследования потенциально загрязненной территории специалисты проводят прямо из машины. Дозиметр улавливает малейшие всплески радиации. Впрочем, на этот раз городу ничего не угрожает. Загрязнение не превышает допустимой нормы. А это ещё один важный этап обследования. Замеры делают на сборной в эвакуационном пункте. Его роль выполняет седьмая школа. Здесь людям выдают средства индивидуальной защиты и отправляют в безопасное место. Наша задача – организовать этот поток, чтобы без паники всё спокойно организовать колонну, которую проводить на автобусы и отправлять. Ну, не секрет, что через нашу школу в случае неприятностей должно пройти порядка пяти тысяч человек. Это десять часов работы этого самого эвакуационного пункта. Во время учений пункт проработал, конечно, гораздо меньше, а вот по подготовке не уступал реальным условиям. Об этом, говоря в целом о тренировке, заявили и федеральные власти. На селекторном совещании по итогам учений стране и её субъектам поставили оценку «хорошо», отметив, что все города получили бесценный опыт и практические навыки действий в условиях военного времени. А потому подобные тренировки решили проводить и в будущем. Александр Кузнецов, Максим Булыгин, Павел Панов. Детали дня. О частичном срыве отопительного сезона говорят сегодня в Заречном. В нескольких домах батареи до сих пор остаются холодными. Причины – в незавершенных вовремя капитальных ремонтах. Жители пытаются договориться со своими управляющими компаниями, но положительных результатов пока нет. На одной из таких встреч, где кипят эмоции, но замерзают люди, побывала наша съемочная группа. Детали прямо сейчас. В своей собственной квартире Нине Васильевне Тен приходится ходить в верхней одежде, а спать под двумя одеялами. Температура в помещении не поднимается выше 15 градусов и спасает при этом только обогреватель. Батареи с наступлением отопительного сезона так и не нагрелись. С отоплением у нас катастрофа. На улице намного теплее, чем в квартире, потому что на улице свежий воздух. В квартире воздух застоявшийся, затхлый, проветривать невозможно. Вместе с Ниной Васильевной мерзнет и весь дом по Курчатова 2А. На днях терпение у жителей закончилось, и они потребовали прояснить ситуацию на встрече с руководителями подрядной организации и своего ТСЖ. Кроме того, на собрание пришли известные в городе защитники населения – депутаты Юрий Бутаков и Михаил Ковалев. Последние решили помочь жителям не просто своим присутствием, как это обычно происходит, но и ценными указаниями. Я считаю, что именно вы можете воздействовать на все процессы и всех исполнителей не подписанием акта приемки со стороны жильцов, пока последнее замечание не будет устранено. Крупных замечаний со стороны жителей по сути всего два. Это недоделанные вовремя канализации системы отопления. Причины в человеческом факторе, говорят в ТСЖ «Аквариум». Подрядчик несколько не рассчитал свои силы, взявшись параллельно налаживать две жизненно важные жилищные системы. Начали очень бодро, активно, а потом люди устали сами по себе. Тут началось отставание от графика и было принято решение прекратить работы по канализации и водоснабжению и перейти на отопление. Подать отопление планировали уже сегодня вечером, но, по словам жителей, при пробном включении установленные трубы не выдержали напора воды и в некоторых местах появились свищи. Когда теперь дадут отопление, неизвестно. Подрядчик обещает закончить все основные работы до 15 октября. Впрочем, некоторые зареченцы не собираются больше ждать и планируют написать заявление в прокуратуру уже сейчас. Поэтому не исключено, что этот коммунальный вопрос решится в суде. Александр Кузнецов, Максим Булыгин, Павел Панов. Детали дня. У молодых людей, отслуживших в армии, теперь есть возможность бесплатно получить высшее образование. После окончания службы им будут выдавать сертификаты на бюджетное обучение в любом вузе страны. Соответствующий указ Российской Федерации был подписан в мае этого года. Чтобы получить такой сертификат, молодые люди должны сдать единый государственный экзамен. Бесплатное образование светит только тем, кто наберет хотя бы минимальный проходной балл. При этом у молодых людей уже должно быть среднее или среднее специальное образование. Те, кто прошел демобилизацию этим летом, уже получили сертификаты на бесплатное обучение. Грубо говоря, Министерство обороны за него обучение платит. Вот эта популяризация такая есть. Поэтому стоит родителям, у которых небольшие финансовые возможности, и нет возможности платить от 50 до 100 тысяч за каждый семестр, за сына, может быть, все-таки стоит ему заработать на это обучение самому, сходить подслужить в армии год, получить сертификат и пойти учиться на бюджет. Не профессия, а образ жизни. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают учителя и педагоги. С самого утра в их адрес звучат поздравления. Из них самые дорогие, конечно, от учеников. О том, как добиться расположения детей и не столкнуться со стеной непонимания, расскажет Алина Мулоянова. Сегодняшнее утро Софио-Нагивы не похоже на все остальные. И вроде все как обычно. Тот же класс, парты, ученики. Но атмосфера в стенах школы сегодня царит особая – праздничная. Даша, это мне? Спасибо большое. Какие красивые дельфины. Будут нас радовать. Дельфины сегодня. Ее карьера учителя английского языка началась здесь. Ровно год назад Софья Ланагиева переступила порог седьмой школы, чтобы связать свою жизнь с детьми. Зная, что будет нелегко, что как молодой специалист она может столкнуться с непониманием и критикой. Но вера в свои силы и огромная любовь к детям помогла Софье Юрьевне преодолеть трудности. Хотя, признается, было время, когда, казалось, ничего не получится. У меня были мальчики, они сейчас учатся в шестом классе, были пятый класс. И они все, как на подбор, очень шумные. Это было что-то, я не знала, что с ними делать. Очень мне было сложно. Но потом пришла завуч и помогла мне как-то ребят проконтролировать. Контролировать учеников теперь приходится самой Софье Юрьевне. С начала учебного года она взяла под свою опеку класс из 18 мальчиков. И снова стена недоверия. Теперь со стороны учеников и родителей. Преодолеть непонимание помогли совместные поездки на природу, походы. Особенно их сблизил футбол. Мальчики до сих пор вспоминают, как Софья Юрьевна болела за них на футбольном турнире. Приходила к нам на футбол? Да, болела за нас. Она заботится о нас? Заботится всегда. Смотрела, как мы играем. Для нас все самое лучшее. Болеть приходилось и за родную школу. Когда в учебном заведении происходила смена руководства, Софья Юрьевна приняла сторону прежнего директора. И даже выступила в его защиту перед народными избранниками на заседании Думы. Рассказывает, если понадобится, не задумываясь, примет участие и в голодовке. Я пришла сюда сразу после университета. И я хочу сказать, что я ощутила большую поддержку со стороны Шушарщина. Сегодня, несмотря на праздник, у Софьи Алнагиевой хлопот предостаточно. Не забыть подписать открытки, подготовить ребят к концерту, поздравить коллег. От эмоций у Софьи Юрьевны голова идет кругом. Действительно радует лишь то, что на один денек можно забыть о строгости и просто быть в центре внимания. Алина Муэнова, Максим Булыгин, Павел Панов. Детали дня. Сегодня исполнилось 90 лет Валентине Гольдберг, женщине, которая внесла большой вклад в культурную жизнь Заречного. Поздравить имениницу наведались не только ее родные и друзья, но и городские чиновники. В чем секрет долголетия и как сберечь любовь на всю жизнь, расскажем в сюжете. Для Валентины Гольдберг сегодня особенный день. К нему именинница готовилась несколько дней. До прихода гостей осталось несколько часов. Стол уже накрыт, костюм на готове. Последний штрих – маникюр, неотъемлемая часть общего образа. Последнее слово техники. Первым, кто сегодня поздравляет Валентину Львовну с юбилеем – ее супруг. С Анатолием Яковлевичем они «Не разлей вода» уже 66 лет. Познакомились в Ленинграде на танцах, будучи студентами. Перед тем, как в 1958 году приехать в будущий Заречный, супруги несколько лет переезжали из одного города в другой. Будь то командировка, служба в армии или поездка к родственникам, Валентина Львовна всегда следовала за своим мужем. Любовь на всю жизнь. Прожить вместе столько лет супругам помогли воспитание и хорошие гены. Любовь была с самого начала и до сих пор не проходит. Ну и большое значение имеет, конечно, воспитание. Что мы как-то в свое время воспитывались несколько иначе вот в этом. Ну, безусловно, гены играют свою роль. А во-вторых, условия жизни, совместной жизни тоже способствуют долголетию. Ну и тренировка, потому что наше поколение, это же в 30-е годы воспитывалось. Все это воспитывалось, закалялось. В юности масса всяких трудностей было. Вырос сын, родились внуки, и трудностей стало меньше. Сегодня теплые слова от них Валентина Львовна услышит только ближе к вечеру, пока юбилярша встречает других гостей. Главу Заречного Василия Ланских и начальника управления социальной политики Людмилу Вотеву. Вместе с букетом цветов чиновники вручили имениннице и письмо с поздравлением от самого президента. Уважаемая Валентина Львовна, примите искренние поздравления с юбилеем и наилучшие пожелания. Мы гордимся вашим поколением, поколением героев и победителей. Усевшись за стол, Валентина Львовна начала рассказывать, как училась в театральном институте, как, приехав в Заречный, открыла свой театр драмы и ставила спектакли по детским сказкам, таким, как «Снежная королева» и «Золотой ключик», как организовала театральные кружки во Дворце культуры и городских школах и как только в 82 года ушла на пенсию. В чем же секрет долголетия, Валентина Львовна ответить затрудняется. Говорит, ее жизнь ничем не отличалась от жизни остальных. Я просто жила без всяких скидок на возраст, на состояние. Не обращала внимания на то, что где-то у меня что-то болит, колит, пройдет, двигаться надо. Работала. Я живу, а это значит, что я просыпаюсь, туда-сюда покручу руками и ногами, помоюсь, позавтракаю, уберу в квартире, готовлю обед. Я не могу сказать, чтобы я делала что-то особенное. Я делаю все то, что делают все женщины. Убираю, стираю. Всех благ. Здоровья самое главное. Мария Морозова, Максим Булыгин, Павел Панов. Детали дня. В это воскресенье на аэродроме Логинова пройдет ежегодный фестиваль FlyFest. В небо взлетят самые разнообразные виды летательных аппаратов. Организаторы обещают грандиозное зрелище. Фестиваль начнется в 12 часов. Его откроет наземная выставка моделей. Здесь можно будет увидеть различные виды летательных аппаратов. Самолеты из пенопласта, копии вертолетов, планеров и даже НЛО. С 12.30 до 3 часов пройдет активная часть фестиваля. В центре внимания настоящая авиация. Вертолет Робинсон, самолет Ан-2 с парашютистами, аэропракт 22ЛС и Як-52. После показательных выступлений любой желающий сможет полетать на самолете и даже посидеть за штурвалом. Заречный на фестивале представят 6 человек, члены авиамодельного клуба. Для зрителей они готовят свои сюрпризы. Основное направление это авиамодели. То есть это уменьшенные, ну не копии, там полукопии больших самолетов. Ну и собственно, так скажем, поделки. Может даже сделать модель, которая будет в форме человека летать. Наверное, такое будет. Раз у нас человек 6, то поедет, то у каждого по 2-3 модели. А теперь о погоде на выходные. Прогноз предоставлен агентством ГИСМЕТИО. Циклон, принесший на Урал похолодание и сильные осадки в виде дождя, перешедшего в снег, медленно покидает Уральский регион, сообщают в Свердловском гидромедцентре. Синоптики обещают потепление и дождь. В субботу температура воздуха ночью плюс 3, днем 8 градусов выше 0. В воскресенье утром столбик термометра застынет на отметке плюс 6. Днем поднимется на 5 делений. Ветер переменный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. И на сегодня это все детали. Увидимся с вами в понедельник в 19.30 на канале Заречный ТВ. Приятных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!